так друзья всем привет давайте перед тем как начать нашу встречу наш мастер-класс а точнее даже сказать марафон а проверим связь наверное поставлять плюс если на хорошо слышно и видно итак перед тем отлично есть плюсики но тем не менее тем не менее несмотря на то что плюсы прошли в плюсы прошли в большом количестве нас сегодня рекордное число нас в один тысячу человек хотя это уже не в первый раз мы собирали подобные залы все равно считаю обязательным проинструктировать вас все-таки как вести себя в этой вебинарке для того чтобы у каждого из вас была хорошая связь и чтобы каждый вас из вас хорошо слышал и видел данную трансляцию сперва-наперво проверьте чтобы помимо это вебинар комнаты у вас были отключены все потребители интернета это касается как ноутбуков так и стационарных компьютеров так и мобильных телефонов которые возможно подсоединены к этой же сети свой коннект мы проверили у нас вроде бы как все в порядке соответственно если у вас будут какие-то сбои на протяжении мастер-класса этого то так микрофон потише сделал да друзья по поводу микрофона могу знать его чуть-чуть тише чуть чуть громче сейчас вместе с вами отрегулируем я думаю что примерно так мы оставим но вот теперь теперь окей да в любом случае у нас вроде бы как все хорошо мы это проверяли соответственно если какие-то помехи по звуку по связи или по картинке будут возникать то скорее всего это проблемы на вашей стороне также не исключая момент того что явка в тысячу человек тоже может каким-то образом какие-то тормоза маленькие создавать я так понимаю что у большинства все нормально если у вас проблема перезагружайте страницу эту кнопочку f5 на клавиатуре и чаще всего данной манипуляции точно также помогает эту проблему решить итак друзья у нас сейчас 1000 человек это очень большое число зрителей это больше большое число слушателей так ну мишин александр я вроде как и потише сделали вроде как погромче сделал и скажите мне скажет лучше ты мне саша сейчас на текущий момент сделать потише или звать погромче вот я все сделаю нормально все потому что вас много нормально хорошо значит так и оставим все хорошо итак давайте для начала проговорим чем мы будем заниматься на протяжении трех дней мы такое мероприятие уже когда-то проводили и такое трехдневное мероприятие который мы назвали 3d марафон у нас был он был посвящен интерьеру и прошлый раз это было наверное полгода назад мы с ребятами со студентами примерно в таком же количестве в течение на тот момент пяти дней от нуля и до результата занимались созданием интерьера и у нас тогда это получилось мы поставили своеобразный рекорд течение очень короткого промежутка времени мы сделали со студентами результат и получили огромное количество работ огромное то есть там более 400 работ более 400 результатов мы получили в ходе ведения тренинга всего сейчас на текущий момент у нас планы еще более амбициозные то есть нас сейчас со старта 1000 наша задача наша цель вместе с вами эту тысячу поддержать и получить возможно еще больше количество работ по завершению мастер-класса мастер-класс направлен на то чтобы пройти все стадии создания экстерьера от нуля и до результата и получить красивую картинку и очень хотелось бы сейчас расширить дисплей покажу предмет нашего общения и очень хотелось бы это то на что я рассчитываю все таки чтобы эта красота это картинки самый главный результат получился у каждого слушателя этой встречи но если не у каждого слушателя то у каждого человека кто эту картинку будет производить потому что я так или погрешности но если мы перешагнем цифру в 500 в этот раз это будет замечательно и так я сейчас расширил дисплей и я сейчас покажу в общем то предмет нашего диалога покажу некоторые рендеры того экстерьер очки которые мы сделаем немножко поговорю с вами обозначу в общем-то задачи глобальные обозначить задачи на сегодня и так вот он наш экстерьер экстерьер я намеренно не делал очень сложным по причине того что я понимаю ну опять же пользуясь определенным опытом своим который сложился уже на протяжении 5 лет ведения подобного рода программы я понимаю что у всех разный уровень у всех разный скил у всех разные компьютеры дома стоят и соответственно было бы классно если бы человек все-таки с невысоким уровнем освоил данную программку человек со средним уровнем нашел для себя что-то новое и люди с достаточно немощными компьютерами точно также смогли бы сделать данную сцену поэтому данная сценка не перенасыщена геометрией она достаточно проста в исполнении и в общем то я понимаю что в течение трех дней в общем то у каждого человека кто будет работать над данной сценкой этот результат должен получиться как вы видите с этой сцены я снял несколько ракурсов это и дневной вид вид тот который сейчас видите вы перед собой это и вечерний вид мы его тоже проработаем а также есть клоузап вот такой вот то есть вид не на всю архитектуру она только лишь на ее часть и в ходе мастер-класса мы как раз таки будем и работать вот с этим вот клоузапчиком почему объясню по нескольким причинам первая причина для того чтобы сделать большой такой экстреер большую картинку нам нужно больше мощности и больше времени как правило на мастер-классе второе и далеко не каждый из вас учитывая то что мощности у всех далеко не самые топовые до компы стоят далеко не каждый компьютер данный объем может вытянуть а вот такую картинку вытянут практически каждый опять же пришел я к этому не случайно пришел я к этому когда поменял в общем то я сейчас нахожусь не дома не своем не на своем рабочем месте не за ксионами и когда я делал дома сцену я на ксионах собрал эту сцену это было очень просто и легко все летало но когда я уехал сюда в испанию вот и перед 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 пересел с моего двухксиона компа на ноутбук на свой рабочий который является далеко не самым маломощным я понял что вот такого рода наполнение такого рода картинка она просто-напросто не получается точнее она получается он требует огромного количества времени я понял что это просто невозможно будет и мне вам показать да и у вас тоже не хватит ресурс поэтому в общем то пользуясь этой логикой я остановил свой выбор вот на этом клоузапе и собственно извините на этом более лучшая цветокоррекция и в общем то вот с этим клоузапчиком мы с вами на протяжении трех дней будем работать теперь давайте обозначим наш глобальный план на эти три дня три дня то есть этап разбит на три этапа первый этап будет посвящен у нас моделингу моделинга мы закончим полностью сегодня сегодня мы с вами от моделям коробку экстерьера и рельеф второй этап это озеленение третий этап это освещение вот в общем то три шага которые приведут к результату это план глобальный вот сегодня же мы пойдем по моделингу и я думаю что очень много интересных моментов в ходе моделинга каждый для вас подчеркнет для себя также считаю что нужно представиться было бы наверное в самом начале но так как я вначале не представился то это сделаю сейчас я уверен что есть люди которые первый раз попали на наш тренинг поэтому специально для вас я представлюсь меня зовут артем я являюсь ведущим преподавателем проекта си джейн кубатор и в общем то все образовательные курсы написаны мной и в нашем учебном проекте помимо закрытых встреч и закрытых консультаций мы проводим вот такого труда открытые консультации большие на которых показываем что нибудь легкая эффектная классная то что может выполнить практически каждый и получить свой хороший и свой результат в общем то вот чем будем заниматься и чем в принципе мы занимаемся такого рода мастер-класс как проходит сейчас трехдневные либо пятидневные проходит у нас редко как я сказал один раз в полгода мы примерно это делаем но намного чаще у нас проходят мастер-классы более простые однодневные там получасовые часовые мы проводим там раз в два дня примерно так что ж друзья что еще хочу хочу сделать регламент времени рабочего которого сегодня потратим на проработку материала я думаю что примерно в течение часа мы справимся с поставленной задачей и через час у нас уже у нас уже будет получена вот такая вот модель спустя час мы подведем итоги моделинга моделить буду я я сейчас крайне настоятельно не рекомендую вам в течение этого мастер-класса повторять за мной результат просто-напросто не будет не успеете все что вам нужно сейчас сделать это внимательно смотреть запоминать и формулировать какие-то вопросы как к себе возможен так и ко мне ход встречи будет записываться и все кто присутствует и все кто досидит до конца эту встречу записи получат соответственно сейчас просто расслабляемся ставим рядом с собой чашечку чего-нибудь вкусного чая кофе возможно и наблюдаем за процессом смотрим на это как на фильм грубо говоря и по окончанию процесса уже вы будете в общем-то повторять либо же по записи которые вы получите либо же кто-то из вас кто в общем-то уже нет кто опыт работы в макси скорее всего будет воспроизводить данный экстерьер с нуля но опять же для меня лично главной целью этого мастер-класса главные задачи лично для меня является результат человека то есть тебя слушателя да спустя три дня и результатом этим должна стать вот такая картинка которую ты сейчас видишь перед собой тысяча человек это очень много ну что ж друзья я еще хочу сказать один моментик в конце мастер-класса я сделаю попытку не обещаю что это получится но я сделаю попытку пообщаться с аудиторией вы сможете знать задать кое-какие вопросы не обещаю что я отвечу на все вопросы вот но какие-то избирательно постараюсь я понимаю что вопросов будет шквал ну а сейчас первый этап тренинга самый простой моделирование в 3ds max я рассчитываю на то что определенный базовый уровень какой-то минимальный у вас есть соответственно буду показывать не все нюансы а буду в полубеглом режиме пояснять что к чему акцентироваться буду на самых важных и интересных деталях но для успешного прохождения этого трехдневного мастер-класса минимальная подготовка то есть как минимум понимание навигации макса и построение примитива у вас должно быть в этом случае в этом случае я думаю что все будет отлично и мы получим лично я получил тот результат на который рассчитываю то есть минимум 500 картинок подобного уровня мы с вами должны сделать вот как раз программка ну что ж друзья я думаю что вступительного слова более чем достаточно я отключаю свою веб-камеру давайте проставляете плюсы и восклицательные знаки если вы готовы начать и мы перейдем непосредственно практической части минут 50 я думаю это займет отлично спасибо за плюсики и чат на время прохождена время от тренинга мы наверное заблокируем потому что он будет просто бесконтрольный хаотичный все выключаем вебку и поехали и так друзья перехожу в макс у меня здесь открыто сразу 3 3ds макса в максе номер один я не буду опять же быстро работать в максе номер один у нас находится уже готовый предмет экстерьера вот он макс номер два служит нам для того чтобы в общем то от пустой пустой лист пустой холост вот здесь вот мы построим данный объект и 3ds макс вот у нас так где он 3 макс вот здесь я уже сразу же заведомо открыл предметы интерьера которые мы будем в этот же интерьер интегрировать и они еще пока что у нас не оптимизированы под экстерьерную сцену оптимизации моделей в сегодняшнем мастер-классе мы точно также будем заниматься ну что ж поехали итак давайте для начала проанализируем тот объем который у нас имеется и так в данном случае это бунгало или блокила блокированные домики или таунхаус как еще называют архитектура очень простая импровизационная вы можете по своему желанию данную архитектуру усложнять либо же наоборот упрощать хотя куда еще и упрощать в данном случае архитектура является просто напросто скажем так символическим объектом я ее сильно не прорабатывал она должна быть эта архитектура потому что мы все-таки вокруг архитектуры общаемся но намеренно усложнять архитектуру я не стал потому что опять же цель мастер-класса не загрузить каждого из вас какими-то невыполнимыми задачами а наоборот сделать так чтобы работа прошла в удовольствие и у каждого этот результат получился несмотря на то что архитектура минималистично тем не менее я считаю что но лично мой вкус она кажется довольно симпатичной и привлекательной поэтому в общем то вот она и так и так и так у нас авто сейф проходит поэтому я открываю параллельный макс и начинаю моделирование и так друзья 15 минута начинаем моделинг первое с чего мы начнем это конечно же с построения бокса и так простра берем примитив бокс и строим бокс делаем вот такую отправную точку намечаем габариты нашего пространства размеры бокса будут у нас базовая возьму 6 метров по ширине 6 метров по длине и 6 метров по высоте нажимая кнопочку z тем самым фокусирую свой вид на нашем объекте беру в общем-то шаг 6 на 6 потому что считаю что он довольно архитектурный и данный шаг позволит нам не ошибиться в дальнейшем построении также не забываем о том что мы 3d max 3ds max это не кадовская программа соответственно супер точного построения по чертежам здесь сделать невозможно но тем не менее можно сделать все довольно точно пользуясь опять же средствами измерения стандартами макса чем мы сейчас будем заниматься и так вот она наша коробка начнем с того что сделаем экструд левой части выделяем левый полигон правый клик экструд для того чтобы добавить еще 6 метров и получить вот такой вот вытянутый объем то есть если мы посмотрим сейчас переключимся на наш предыдущий макс и посмотрим на то из чего наш объем состоит и мы видим что есть в общем то этот куб с которого я начал вот собственно он и является кубом с размером 6 на 6 а также есть еще вот кают пристройка которая тоже должна появиться ну она может у нас быть разного размера она может быть 12 метров длина можно еще добавить небольшой объемчик и сделать например ее там 6 на 6 12 еще плюс 3 15 метров я думаю что данная пропорция будет очень даже хороша тому же данная пропорция кратно 3 у нас что опять же является довольно таки архитектурным показателем так сейчас на секундочку переключусь сейчас прошу просто у чат отключили внешне александр еще раз спрошу напиши мне пожалуйста в telegram все ли нормально слышно и видно нет ли никаких сбой у нас и я продолжу и так есть база теперь теперь нам нужно сделать так чтобы у нас появилась сейчас я включу сетку чтобы у нас появился такой вот выделенный объем в данном случае и итак выбираем полигон и здесь способы в общем то разные у нас можем сделать inset данного полигона вовнутрь например тогда тем самым сформировав вот такую вот рамку давайте сделаем давайте таким способом пойдем inset у нас будет в значении 250 миллиметра окей у нас есть рамка и после этого мы сможем сделать экструд опять же этого полигона со знаком минус минус пять тысяч семьсот пять тысяч даже семьсот пятьдесят миллиметров таким образом таким образом мы получаем вот такую вот заготовку под секцию и так режим отображения лучше всего переключить в шейдет таким вот образом для того чтобы тени нам не мешали мишна александр еще раз прошу тебя отпишись пожалуйста в telegram все нормально со связью потому что пока что тебя ответа никакого не пришло и так окей давайте опять же вернемся к той модели которую мы должны сделать мы выдавили этот объем теперь нам нужно вырезать вот этот объем который сформирует открытую часть нашего бунгало теперь нам нужно добавить дополнительные сегменты дополнительные сегменты нам нужно добавить на конкретных полигонах на этих и больше нигде для этого я данные полигончики выделяю перехожу в инструмент слайс плейн этот инструмент позволяет мне добавить полигоны в тех местах где они мне необходимы данном случае слайс плейн сразу же становится у нас по центру нашего объекта поэтому жмем кнопочку слайс и таким образом получаем ребро после этого переходим в режим вращения я нажимаю кнопку е на клавиатуре также вот так кнопку у нас в интерфейсе включая привязку по вращению и проворачиваю слайс плейн на 90 градусов вот именно включенная привязка по вращению позволяет мне повернуть plane на 90 ровно на 90 после этого жму кнопку дабы на клавиатуре опять перевожу перехожу в режим перемещения моего объекта моего слайс плейн и ставлю его примерно сюда таким образом мы сейчас формируем вот эту вот вот это вот колон вот теперь она у нас готова и так точно также на мы должны прорезать сверху сегмент добавить для того чтобы после удалить ненужный и лишний нам элемент опять же возвращаем слайс плейн переводим его в левую часть то есть также подрезаем и добавляем полигоны после этого переворачиваем данный слайс плейн и подымаем его наверх привязавшись вот к этой точке для того чтобы точно привязаться к точечке мы включаем привязку таким вот образом переходим режим перемещения и лучше это делать в окне проекции перемещение у нас должно стоять по вертексом перемещаем плейн опа вот так вот перемещаем плейн по оси закрепляем его на точке и опять же делаем слайс и так видите что наша сетка уже усложняются и она становится похожей на ту сетка которая нам нужна в общем то теперь нам нужно сделать вертикальное сечение для этого опять же включаем слайс плейн поворачиваем данный слайс плейн на 90 градусов выводим примерно в центр его опять же это можно сделать точно с привязкой можно на глаз я сейчас экономлю экономлю время поэтому я делаю на глаз и делаю еще один слайс таким образом мы нарезали сеточку теперь все что нам нужно а стоп нам нужно еще нам нужно еще внизу сделать прорез точно такой же поэтому я оставляю выделение опять же слайс плейн поворот на 90 градусов и опускаем плейник данный вниз включаем привязку кнопка с на клавиатуре английская естественно и делаем еще один слайс хорошо выделяем полигоны которые впоследствии станут у нас открытыми отверстиями и жмем кнопку делит на клавиатуре вот таким вот образом мы сделали мы удалили полигоны и тем самым обозначили площадь нашего будущего оконного проема но как вы видите у нас остались отверстия то есть наша геометрия сейчас не закрыта и что нам нужно сделать да все верно нам нужно данную геометрию закрыть для этого для того чтобы закрыть геометрию нам нужно создать полигоны здесь и для создания полигонов мы должны остаться в режиме работы с полигонами нажать кнопочку create включить привязку троечка для того чтобы работать в 3d проекции убедиться в том что наша привязка стоит по вертексом во вкладке options убедиться в том что у нас стоит галка на enable access constraints для того чтобы мы работали четко по осям и после этого с привязкой очень аккуратным одним кликом по точке создать полигон после этого создать еще один полигон замечательно очень легко все получается и точно так же мы создаем полигончик вот в этой части 1 2 3 4 5 кликов после нам нужно закрыть копами вот эти вот поверхности то есть мы сейчас можем закрыть кэпом нет никакую не можем потому что у нас и еще есть открытые полигоны поэтому до закрываем их точно таким же способом вот так вот и теперь можно поработать с кэпом это будет немножко быстрее для этого переходим режим border выделяем border правый клик клик кэп закрываем полигон и здесь делаем то же самое border правый клик закрыли полигоны все border of теперь у нас не осталось и наша геометрия в данной ситуации является полностью закрытой то есть таким образом мы получили вот такую вот под основу с вами она у нас готова нужна ли нам нижняя ступенька вопрос то есть можно ее убрать можно и оставить зависит это от того какой тип архитектуры вы хотите создать нужно у тебя расставляете нужно убираете и так есть вот такая вот под основа у нее довольно таки хорошая сетка получилось а есть ребрышки которая возможно являются лишними если они вам мешают и для чистоты моделинга можно их убрать backspace например это ребро нам не нужно точно так же это можно убрать это таким образом принципиально вы ничего не поменяете но просто ваша геометрия будет смотреться немножко почище немножко поаккуратнее просто берем лишние ребрышки таким вот образом также остаются точечки здесь вот их точно также с контролом можно выделить и backspace убрать но внимание убираем данные точки именно backspace потому что если будете брать их деле там к примеру то вместе с этими точками у вас улетят и ваш полигоны и так вот она под основу окей также если мы посмотрим на нашу модельку то мы видим то что у нас вот с этой стороны тоже есть окошечко и это окно бунгало такое открытое и это окно мы собственно сделаем точно таким же способом выделяем полигон уходим слайс плейн слайс плейн перемещаем по необходимым осям привязываясь к точкам и делаем слайс раз тут же делаем слайс 2 далее делаем поворот по вертикали обязательно с привязки следите что привязка была включена в противном же случае в противном случае вы просто напросто повернете его не под 90 градусов поворот будет довольно рандомным хаотичным и делаем здесь тоже можно здесь побольше окошко сделать почему бы нет прорезаем окном после этого убираем наш полигон раз а и кстати вот я сделал прорезь последнюю но ее лучше было бы сделать выделив в том числе и этот полигон потому что в этом случае в этом случае вы делаете добавляется сегмент ребро сразу же на двух полигонов на двух полигонах и убрав данный полигончик и этот вы получаете очень правильная кошечка после этого вот кэпами вы тут так не закроете поэтому в режиме создания полигона опять же в режиме create включенной привязки троечкой вы создаете каким-то образом полигончики закрывая нашу открытую геометрию и так здесь делаем то же самое активируем функцию create тут у нас дополнительная точка есть если есть дополнительная точка то по ней тоже нужно обязательно кликнуть и после того как мы сделали два полигона можно в общем то попробовать кэпом вот таким вот образом закрыть оставшиеся отверстия всем геометрия закрыта таким образом у нас полностью готова наша подоснова вот здесь вот я вижу небольшое искажение геометрия вижу что под углом у нас ушел уж ушла стена или колонна и очень легко поправить для этого мы переходим в режим работы топ выбираем инструмент перемещения и перемещаем внимание с привязкой опять перемещаем точку привязавшись к этой точке таким образом получаем ровный ровную колонну ровный срез отлично хорошо подосновка готовы следующим этапом будет проработка оконных проемов данном случае сейчас я вам покажу групп open оконные проемы у нас представлены вот такие вот травами данные рамки сейчас вам их покажу более подробно данные рамки я не моделил они очень просты их можно было бы сделать инструментом свип профайл например или просто свип но я взял готовый элемент и я думаю что этого более чем достаточно все что мне нужно так это взять этот готовый элемент и адаптировать его под мои размеры итак возьмем запустим капитал это плагин очень классный для 3ds max а который позволяет делать копию объекта и перетаскивать таким образом объект из сцены в сцену то есть просто нажав control c control в из сцены в сцену вы объект не сможете скопировать а вот используя плагин капитал у вас это получится и так вот она наша рама на как видите она сюда приходит и мы понимаем что размеры данной рамы они немножко не соответствует тому что нам нужно соответственно мы понимаем что данную рамку нам нужно адаптировать почему потому что если я посмотрю на нее например вот в проекции фронт да и сделаю копию этой рамы я увижу то что она у нас является несоразмерной нашей коробки она выходит за пределы данной коробочки поэтому нам нашу рамку нужно сейчас сделать поменьше ну как это сделать лучше всего точками для этого я выбираю рамку таким вот образом перехожу в режим работы с точками нажимая единицу на клавиатуре и увожу немножечко точки вот так вот вправо да вот таким вот образом проверяю что у меня произошло с размерами рамки копирую сюда и я довольно точно попал то есть я вот подошел примерно к самому краю совмещаю данные рамки выставлю их ближе друг другу если понимаю что у меня остался небольшой зазор здесь то я данный зазор ликвидирую для этого выберу две рамочки наброшу на них модификатор ffd 2 на 2 открываем стек модификаторов нажмем два раза кнопку f на клавиатуру английскую бросаем модификатор ffd 2 на 2 control point берем и подтягиваем control point включенной привязкой к самому краю таким образом наши объекты точно становятся под выделенную линию отлично после этого можно опять же бросить модификатора ffd 2 на 2 и и ужать немножечко нашу раму по вертикали у нас будет рама 1 после этого у нас будет рамка еще одна сверху вот таким вот образом она станет вот так вот и давайте сейчас обратимся к рендеру мы видим что здесь по архитектуре есть еще вставочка вот такая вот дополнительная поэтому я оставил под нее место и сейчас я возьму вот это вот например можно взять две рамы скопировать с шифтом их копия да потом сделать эти две рамки одним элементом конверту поле touch и сделаем их одним элементом все при touch и после этого аккуратненько выставляем эту раму переходим режим работы с точками жмем единицу на клавиатуре и поднимаем данную рамку наверх таким вот образом получаем получаем нашу раму все рама под один вид у нас готова теперь мы берем эту же рамку и копируем ее вот сюда с шифтом зажатым переносим в эту часть здания копии жмем и получаем такую трампу на опять же на у нас слегка не адаптирован как нам лучше поступить данной ситуации данной ситуации лучше всего убрать лишний элемент вот таким вот образом убираем его после этого делаем attach этого элемента к двум соседним элементам переходим в режим работы с точками выделяем точки и подтаскиваем точки под край нашего оконного проема вот таким вот образом раз все мы поставили вторую раму и очень легко у нас сейчас поставится третья четвертая кстати эту рамку я поставил немножко не сюда но у нас по архитектуре должна находиться она должна находиться у нас вот здесь вот здесь я вижу что чуть-чуть не дошел до конца геометрии поэтому опять же ffd модификатора 2 на 2 конечно понимаем что мы чуть-чуть тянем геометрию но в данном случае тянем ее совершенно незначительно поэтому ничего у нас тут не ломается по архитектурке опять же хотим подтянуть например наш вот этот объем по драму да соответственно выбирая объем жму единицу на клавиатуре и перейдя в режим работы с точками подтягиваю просто-напросто архитектуру по драму и все что мне остается для того чтобы закончить формирование рам так это взять эту рамку например нижнюю дам зажатым шифтом повернуть ее вот таким вот образом копим они делаем инстанции потому что видите что каждая рамка у нас индивидуально и ставим ее примерно в это место опять же перейдя в режим работы с точками конверты поле перейдя в режим работы с точками подстраиваем данную рамку под под нашу геометрию примерно здесь она должна быть и мы видим что здесь тоже у нас нужно достыковать конверту поле единица режим работы с точками и уводим ее вот сюда вот таким вот образом все мы закончили формирование как коробки так и рам теперь нам нужно простроить стекла простраивается стекла в данном случае очень просто обычными боксами для этого мы выбираем бокс и делаем построение ширина ширина стекла 30 миллиметров толщина точнее нам вера толщины выводим на нужную высоту и поднимаем это стеклышко до упора таким образом формируем стекло номер один она здесь у нас немножко вошло в геометрию но в этом нет ничего страшного 30 многовато можно поставить 15 после этого зажатым шифтом копируем его вот сюда делаем копию конвертируем в поле единицы выбираем точки и переносим эти точки вот сюда тут тоже переносим сюда и формируем последнее стекло опять же шифтом поворачиваем данный объект копием и переносим стеклышко вот сюда таким образом сформировав торец стекла и так точно также перейдя в режим работы с точками переносим точки тем самым обозначив габариты данного стеклышка и так вот она отлично у нас есть коробка давайте теперь выкрасим всю ее в серый цвет выделяя control up всю геометрию нажимаю м на клавиатуре открывая материал editor и назначаю на все серый цвет отлично хорошо что делаем дальше у нас есть сейчас один объем давайте теперь создадим материала стекла быстро для стекла для того чтобы они у нас стали прозрачными для этого перейдем в rendering render and setup активируем корону напомню что у каждого из вас должна стоять корон для того чтобы вы получили результат потому что рендер мы будем делать именно на короне в материал и теперь нажимаем кнопочку get material и создаем корона mtl материал на рефлекции ставим единицу на рефракции ставим единицу на дефьюзе ставим 0 таким образом получаем простейшее стекло получив это простейшее стекло выделяем объект и жмем кнопку assign material тем самым мы набрасываем данный материал стекла на наши объемы все получаем стеклянные объемы окей мы простроили базовое базовое здание теперь нам нужно этот объем заполнить но минимальным набором мебель в данном случае в данном случае это диваны и это шторы я подготовил данные модели и сейчас эти модели нам нужно будет оптимизировать тысяча человек держится друзья очень рад что вы здесь вы присутствуете на встрече в общем-то я немножечко подытожу то что настолько что произошло только что я включу вебку вот просто маленькую черту подведу для того чтобы все-таки ритмика была в моем повествовании то есть сейчас мы сделали самое простое мы сделали самое базовое используя стандартные примитивы и очень простые инструменты работы с полигонами мы сделали коробку интерьера по сути мы пользовались двумя-тремя инструментами это был экструд это были работа это была работа с точками и это была работа с привязками ну плюс еще появился модификатор ffd то есть четыре инструмента четыре инструмента все но все не очень простые базовые вот пользуясь этими четырьмя инструментами вы можете уже какие-то объемы в максе вытягивать их просто нужно довести до определенного автоматизма сейчас мы перейдем с вами к немножко другой деятельности мы сейчас подготовим наши высокополигональные объекты которые разработаны под интерьерную визуализацию в низком полигональный уровень мы их переведем для того чтобы интегрировать в экстерьер так как у нас почему мы переводим их из high поле в low поле ну что low поле нам не нужны ой извините high поле нам не нужны нам не нужна высокая детализация нам хватит низкой детализации но при этом мы очень сильно сэкономим полигонаж нашей сцены облегчим ее и опять же адаптируем модель под экстерьерную часть экстерьеры экстерьерные рендеры как правило не нуждаются в 99 процентах случаях не нуждаются в высокополигональных моделях мебели так ну что ж ну что ж понятен следующий шаг выключаю webcom и давайте посмотрим что у нас имеется у нас есть такой модель такой модель такой диван выберем только лишь его заизолируем нажмем alt q на клавиатуре нажимаю семерку на клавиатуре и вижу что данная моделька без малого занимает полмиллиона полигонов весит очень много и в нашем случае таких моделей в сцене будет ну как минимум 45 а это уже под 2 миллиона и более полигонов то есть ну это много только лишь на мебели соответственно нам нужно сделать оптимайз нажмем f4 посмотрим на сетку понимаем что сетка довольно у нас плотная что нам нужно нам нужен pro optimizer уходим в стек модификаторов набираем про и видим pro optimizer выбираем данный модификатор после этого жмем на кнопку calculate и у нас происходит просчет полигонов он сейчас просчитывает модель считывает его сеточку и после этого позволяет нам решить сколько процентов вертексов нам нужно оставить я могу оставить сто процентов вертексов могу оставить 50 процентов вертексов посмотрите количество полигонов упало в два раза у вас стоит 30 процентов вертексов могу оставить 10 то есть совсем мало да и вплоть до до этого 1 процента то есть модель станет крайне низко полигональный нужно ли нам оставлять один процент полигонов сомневаюсь Мы видим, что в этом случае мы теряем довольно-таки сильно в детализации Поэтому давайте остановимся на цифре примерно 20, либо 30 можно оставить 30 даже неплохо, но 30% вертексов мы оставляем В этом случае у нас детализация и проработочка остается хорошей Конечно, не под близкие ракурсы, но как раз под дальние виды будет то, что нужно При этом мы значительно сэкономили количество полигонов Окей, оптимайз сделали, конверт to poly Также в нашем случае нам не нужна будет вот эта часть нашей диаметрии Просто-напросто она туда не войдет и не станет Проверял Итак, удаляем лишние элементы таким вот образом Выделяем наш объект Кстати, подружки тоже в принципе в данном случае можно убрать Их не будет видно совершенно А, нет, из четырех объектов Ладно, оставим Если у вас есть время и желание, можете подушки тоже почистить Они почти никак на рендере у вас не будут видны Вот видите, что мы здесь их практически нигде не замечаем Итак, выделяю объект Запускаю опять же капитар Жму кнопку копия Тем самым загоняю свой объект в буфер обмена Перехожу в мою модель Опять же капитар запускаю И жму кнопочку пейст Вот таким вот образом Мой объект интегрируется в мою сцену Так, есть лишний элемент Выбираем их И после этого ставим наш объект В нужное место Ну, примерно здесь он будет стоять Он у нас, как видите, великоват Для того, чтобы он нормально вошел в нашу сцену Я просто-напросто удалю один сегмент Так, что-то лишнее схватили, да? Так, удаляем сегментик Вот таким образом диванчик нормальный становится И есть А, здесь есть вот такая вот вещь То есть геометрия получается открытая Что делать? Вариантов несколько у нас Мы можем сейчас делать отзеркаливание этого кусочка А можем сократить саму модель Ну, давайте просто-напросто отзеркалим его Итак, уберу этот элемент Он нам тоже не нужен Это тоже будет такая развивающая штука для вас Сейчас поработаем немножечко с мебелью Ну, в такой слегка грубой, может быть, форме Но, тем не менее Сделаем так, чтобы Наша геометрия Хорошо смотрелась со всех сторон Итак, выделяем вот этот вот Вот этот вот объемчик Делаем ему dead touch Вот таким вот образом Alt-Q изолируем После этого в стеке модификатора Выбираем модификатор симметрии Выделяем нужную нам ось В данном случае это ось Y Перемещаем mirror наш Вот в эту позицию И получаем закрытую геометрию То есть мы сейчас просто отзеркалили Нашу модель по одной из осей И тем самым закрыли Вот эту вот часть, которая у нас случайно Открылась после того, как мы удалили Ненужные нам элементы Итак, выставляем модельку На нужную нам высоту И вот она Все, она заполняет наш Ну, наш living room, скажем так Нашу вот такую отдельную часть Нашего бунгала Шторы Теперь нам нужно интегрировать шторы В данном случае шторы у нас Низкополигональные Всего-то навсего 64 тысячи полигонов Вот немного Поэтому никакой оптимизации Проводить мы со шторами не будем Итак, делаем копию Шторочка улетела у нас Но ничего Переходим в нашу мастер сцену Запускаем кепитор И интегрируем Или делаем insert Наши шторы В базовую сцену Ставим ее примерно Вот сюда К окошку И вы видите, что Размер этой шторочки Он как бы, ну, не соответствует Немножко размеру окна Здесь на помощь нам придет Известный модификатор FFD 2 на 2 Запускаем его Открываем Стэк Выбираем control point И мы это уже умеем делать И поднимаем control point И наверх В данном случае геметрия тянется сильно Но нам это совершенно не мешает То есть мы в последующем Никаким образом Никаких ошибок Ну, при данной технике Не почувствуем Окей Group Close У нас была группа Итак, вот таким вот образом Мы сформировали Одну ячейку Нашего будущего Бунгало Да Или кондоминиума То есть названий очень много Вот такого типа архитектуры Теперь мы сделаем базу Для этой архитектурки И Раскланируем данные объекты По этой базе Итак Базой будет являться Полигон Ой, извините Бокс Мы его простраиваем Опускаем его вниз Ну, пусть будет размер Ну, пусть будет три ступени Одна ступень у нас 150 Высоту 150 умножаем на 3 Получается 450 Минус 450 Давайте, чтобы нас не отвлекали цвета Точно так же Сразу же переведем данный объем В серый цвет Это будет красивее Кстати, чтобы сетка была черная Например Для красоты, опять же Можно выделить все объекты Нажать вот сюда И перекрасить сеточку в черный цвет Вот таким вот образом Она у нас будет стильная и черная Модель будет такая стильная Черно-серая И теперь берем эту часть Она у нас является базовой Вот И копируем То есть я перенесу ее сюда И потом с отступом Ну, примерно Кстати, если хотите точно скопировать Давайте скопируем точно Сделаем по-другому Выделим объект Далее Tools Array Жмем превью Количество копий Будет у нас 4 И копируем это По оси Y Да, вот таким вот образом Указав размер Например, 12 метров 12 тысяч миллиметров Давайте проверим Этот размер На нашей Опять же Проверочной сцене По-моему, здесь побольше По-моему, здесь побольше Да Давайте поставим 16 тысяч миллиметров Вот так вот И так Вот они уже стали Вы видите, что Очень простыми движениями Мы Получили вот такую вот В принципе-то и несложную модель После этого Мы сформируем сейчас Заднюю стеночку Сделаем ее мы Опять же очень просто Просто-напросто Развернув С шифтом зажатым Бокс Копи Приставляем ее К нашим боксикам Есть И давайте Отрегулируем высоту Конвертируем в поле Это Нажимаем единицу На клавиатуре И с включенной Перевязкой Выставляем Соответственно Точки Итак Вот она база Здесь тоже у нас Выскочила Немножечко Геометрия Поэтому Конвертнем данный бокс В поле Единичка на клавиатуре И Ставим Ставим точечки Вот таким вот образом Пристыковывая Архитектуру Или геометрию Туда Куда нам нужно Так Ну что ж Отлично Замечательно У нас есть Хорошая Классная Подоснова Теперь Перейдем К следующему Этапу Опять же Сейчас друзья Обращусь к вам Сделаю Опять же Маленький Подытожу То что Только что Произошло В общем то Взяли готовую Геометрию Сделали Оптимизацию Оптимизация Очень важна Потому что У нас Экстерьер Мы не имеем Возможности Да и право В общем то Использовать Высокополигональную Геометрию Поэтому Мы ее Оптимизировали И увели В лоу поле Таким образом Мы сэкономили Огромное количество Полигонов Поехали дальше Поехали дальше Следующим шагом Следующим шагом Следующим шагом Будет работа С рельефом Давайте посмотрим Сейчас То к чему мы идем В данном случае Рельеф Да Он у нас Не сложный Так Все окей Все окей Он не сложный Но тем не менее Есть какой-то подъемчик Например да Вот мы видим подъем Он идет Для живописности Поднимается К ступеням К верхней точке Опускается вниз То есть это добавляет Определенной игры Нашей геометрии И в общем то Объект смотрится Более живописно И более интересно В данном случае Что ж Давайте Сделаем это Ну для этого Нам понадобятся ступени Ступени я моделить Не буду сейчас С вами Я просто возьму Готовые элементы Потому что Как вы подозреваете Данный моделинг Очень простой И в общем то Объяснений Не требует Потому что Замоделив Базовую часть Здания Ступени Вы точно Сможете Отмоделить Итак Опять же Копитором Забираем ступени Ставим их сюда Вот они И давайте Установим их Все таки Правильно Так как они Должны стоять Итак Ставим сюда Ступенечку Она у нас Большая Поэтому мы Сделаем Поменьше Примерно Такой Она у нас Становится Так Все Тоже покрасим Чтобы у нас Все было Круто И красиво В черный Цвет Вот таким Вот образом И опять же Используя инструмент Array Раскланируем Данный Элемент Preview Все Он Раскланировался Уже У нас Ассет Был Подготовлен Далее Нам нужна Земля Для того Чтобы сделать Землю Нам нужно Простроить Для начала Нам нужно Показать ее Периметр Для этого Мы берем Сплайн Лайн Включаем Привязочку Оставляем Привязку С точками Кстати Можно Обводить По ступеням Можно Не обводить Можно Сделать Наверное Давайте Сделаем Попроще Еще Проще Идея Возникла Спонтанно Возьмем Просто Плайн И Построим Плайн Примерно Равный Скажем Так Длине Нашего Объема Данный Плейник Нам Нужно По сетке Сделать Довольно Плотным Поэтому Поставим 200 200 Сегментов По Глубине 200 Сегментов По Длине Нам Нужна Такая Довольно Плотная Сегментация Для того Чтобы мы Смогли Более Детально Поработать С рельефом Так Даже побольше 400 Я думаю 400 Начнем Примерно С такой Плотности Опять же Сделаем Для красоты Сетку Черной Объект Сделаем Серым Вот Таким Вот Пристыкуем Здесь Можно Довать Точно Можно Немножечко Состыковать Геометрию Пересечь Ничего Не Произойдет И Состыковываем Геометрию Ставим Данный Объем Скажем Так Вниз В нижнюю Часть Нашего Нашей Архитектуры После Этого Что Нужно Нам Нужно Пролепить Поскульптить Данную Сетку Как Это Делается Делается Это Очень Просто Мы Так Как Этот объект Является Мэшем Проверьте Чтобы Он Был Мэшем Если Это Плейн То Сделайте Конверт В поле Уходим Во Freeform Уходим В Paint Deform Push Pull Если У вас Нет Риббон Панели То Активируйте Нажав Эту Кнопку Freeform Paint Deform Push Pull Далее Мы Получаем Кисть Размер Кисти Сейчас Очень Мал Увеличиваем Размер До Скажем Так Двух Метров Для Начала Вот Появляется Вот такая Двухметровая Кисть И Нажимая Левую Кнопку Мыши Вы будете Вытягивать Вашу Геометрию Но Сейчас Сила Очень Мала Поэтому Мы Очень Незначительно Скажем Так Видим Изменения В геометрии Поэтому Увеличиваем Силу До Пяти К примеру Так Происходит Вытягивание Но Опять же Или заметное Offset Offset Повышаем До Пятнадцати И Вот Геометрия И По сути Происходит Такой Скульптинг Данной Геометрии Таким Образом Мы Очень Легко Формируем Рельеф Ну В нашем Случае По нашей Задумке Можно усилить Силу Воздействия Кисти По нашей Ну Давай же Не тормози Автосейф Давайте Подождем Потому что Мало ли Пусть Сохраняется Так Увеличим До Двадцати Пяти Силу По нашей Задумке Рельеф Будет Плавно Подходить К верхней Точке Ступеней В общем То Но Опять же Понимая Как работает Данный Инструмент Вы можете Сделать Моделирование Практически Любого Рельефа И например Например Да Если возьму Увеличу Размер Кисти До Четырех Тысяч Пикселей Не пикселей А миллиметров Прошу прощения А с этого Вылечу До Пятидесяти Значения То Вы Увидите Что Я смогу Скульптить Довольно Таки Активно И Поднимать Геометрию Там Где мне Ее нужно Поднять Таким Образом Можно Формировать Холмы Или же Наоборот Впадины Ну Такой Быстрый Способ Скульптинга Рельефа В данном Случае У нас Все Довольно Просто От Скульптили И по сути Получили Вот этот Наплыв Который Потом Впоследствии Будет Довольно Таки Интересно Смотреться В нашей Работе Если Мы Видим Что Где-то Переиграли То Можно Например В ПНД Форме Взять Инструмент Релакс И Пройтись Релаксом Тем самым Опустив Нашу Геометрию И Привел Ее В Исходное Состояние Итак Друзья Смотрите Что У нас Получилось По сути Мы Отмоделили Вот Эту Геометрию Которая Впоследствии На Визуализации Будет Смотреться Вот так Наполнено В среде И Все Что Нам Сейчас Остается Так Это Поставить Камеру Поставить Камеру Задать Камере Вертикальную Ориентацию Захолдить Камеру Так Чтобы Камера Не Двигалась В сцене Это Очень Важно Потому Что Часто Случается Так Что Камеру Мы Ставим Хорошо А потом Сбиваем Ее И Перейти К Следующему Этапу К Озеленению Но Это Будет Завтра Поэтому Ставим Камеру Сегодня Сейчас И Это По сути Будет Финальная Часть Мастер Класса Итак Переходим Во вкладочку Create Уходим В камеры Стандарт Можно Взять Таргет Камеру Можно Взять Коронакем Но Давайте Возьмем Таргет Стандартную Камеру Хотя Давайте Возьмем Корону Так Даже Будет Повеселее Поинтереснее Здесь Больше Параметров Работать С Короновскую И Ставим Ее Вот Таким Вот Образом То есть В данном Случа У нас Есть Тушка Камеры И Есть Таргет Камера Вот Она Стала У нас На Орген Земли Для Тому Чтобы По Окне Перспективы Посмотреть Из Камеры Мы Нажимаем При Выделенной Камере Клавишу С На Клавиатуре И Получаем Вид Из Камеры Далее Нам Нужно Каким Для этого Делаем Правый Клик Не Здесь А Вот Здесь Вот Жмем На Функцию Show Save Frame Либо Жмем Shift F На Клавиатуре И Таким Образом Пропорции Нашего Кадра Подгоняем Под Пропорции Рендера После Этого Запускаем Настройки Рендера Вкладка Come on И Параметр Height Высоты Нашего Кадра Завышаем Ну Примерно Под 900 К примеру Таким Образом Мы Получаем Вертикальный Кадр Зажимаем Замок И Ставим Нашу Камеру Так Чтобы Нам Нравилась Композиция Примерно Так Сейчас Я вижу Что Камера Стоит В принципе Неплохо Но Мне Многовато Земли Потому Что Опять Если Мы Посмотрим Сюда Мы Видим Что У нас Больше Верха Показано И Маловато Верха Для Того Чтобы Сместить Сейчас Скажем так Композицию В кадре Мы Зайдем Настройки Камеры То есть Выбираем Тушку Камеры Вот Таким Вот Образом Заходим Настройки Камеры Далее Идем Во вкладку Извините Не Дисторшн Нам Нужен Тилт Шифт И Вот Параметр В общем-то Которые Делают Нам Шифтирование По Вертикали Пожалуйста Не Меняя Положение Камеры Также Можно По Горизонтали Немножечко И Здесь Мы Выровняем Наверное Тилтом Вот Таким Вот Образом Подровняем Немножечко Перспективу Чтобы Она Так Круто И Резко Не Выходила У нас В сторону Вот Примерно Так Таким Образом Мы Получаем Хорошую Правильную Перспективу Камера У нас Стоит Мы Ней Довольны После Этого Нам Нужно Сделать Холд Камеры Потому Что В противном Случае Мы Можем Случайно Ее Сбить Поменять Ее Положение Ненароком Для Этого Выделяем Камеру Выделяем Таргет Камеры Таргет Камеры Уходим В Иерархию Извините Подождите Да В Иерархию Линк Инфо И Ставим Галочки На Все Оси Таким Образом Мы Делаем Холд Всем Осям В этом Случа Наш Объект Не Сдвинется Ни При Каких Обстоятельствах Пока Мы Не Отожмем Галочки Все Камера Зафиксирована Друзья Таким Образом В течении 45 Минут Мы С вами Получили Вот Этот Объем Он Готов И Готовы Мы К тому Чтобы Перейти К Следующей Стадии Стадии Построения Ландшафта А Сейчас Я Переключаюсь Обратно К вам Включаю Веб Камеру И Немножечко С вами Пообщаюсь Пообщаюсь С вами Не знаю Отвечу ли я На вопросы Но В любом Случае Еще раз Повторю Что мы Сегодня С вами Увидели Что мы Сегодня Выучили И Настрою Вас На Завтрашний День У кого Было Слайд Шоу Прошу Прощения У нас 960 Человек 40 Человек Отключилось Видимо По причине Того Что была Плохая связь Не исключаю Кто-то Возможно Кто-то Знал Уже Итак Друзья Спасибо За внимание Мне было Приятно Сейчас Все это Рассказывать И Показывать Еще раз Сегодня Только что На ваших Глазах Я очень Быстро Промоделил Весьма Несложную Геометрию И Я уверен Что Каждый Из вас Сделает То же Самое Как видите Операции Очень и Очень здесь Простые Сейчас Я данную Геометрию Запакую Запакую Сохраню В 14 15 16 Версию Максов И данную Геометрию Разошлю Всем Каждому Из вас Она у вас Будет Для того Для чего Внимание Для чего Друзья Спасибо За ваши Отзывы Что Я от вас Хочу На завтра На завтра Мне хочется Чтобы По возможности Каждый Из вас Повторил То что Вы увидели Сегодня Да То есть Промоделили Геометрию Самостоятельно Но Также Я понимаю Что Возможно Не у каждого Хватит Либо же Возможностей На данный Моделинг Либо Времени Но Двигаться Хочется Дальше Поэтому Я эту Геометрию Запакую И отправлю Каждому Из вас По двум Причинам Первая Причина Для тех Кто не успеет Промоделить Данную Геометрию У вас Будет Болванка Для дальнейшей Работы С озеленением И со Светом Это Раз Два Данная Болванка Которую Запакую Отправлю Будет В том числе Обучающим Материалом Потому что Вы сможете Ее Покрутить И изучить Ее Геометрию Вот То есть Данная Данный 3ds max Файл Будет Выполнять Двунную Функцию Функцию Помощника Хелпера Для вас Если Вы Вдруг Не успеете И функцию Такой Еще Дополнительной Обучалки В 17 Но 17 max Откроет И так Это не проблема Друзья Значит Смотрите Первый день Подошел К концу Мы сейчас Будем Делать Вам Рассылочку В рассылке Как я сказал Будет Модель Также В рассылке Будет Запись Обучающая Я сделал Запись Того Что происходило У нас Сегодня Задание На завтра А также В письме Внимание Внимание Будет указан Адрес Почты Почта Будет указана В письме На которую Вы Пришлете Скриншот Своего Результата Завтра На указанный Ящик Я Сколько смогу Просмотрю Выявлю Ключевые Главные Самые Часто Повторяющиеся Ошибки У вас Если Они Будут Сделаю По этим Ошибкам Обзор Да И расскажу Как данные Ошибки Либо же Быстро Ликвидировать Либо же Не допускать С этого С разбора Ваших работ Начнется Следующая Наша встреча Которая Пройдет Завтра В это же Время Вот такой Вот у нас План Друзья Всем план Действий Понятен Мне очень Хочется Чтобы вы Проучаствовали В этом Отлично Хорошо Будет Интерактив То есть Не только Я буду Говорить Я буду Смотреть Что вы Все-таки Сделали Что вы Сгенерировали На мастер Класс Соответственно Я все-таки Думаю Что наверное Часть вопросов Часть блок Вопросов Мы сейчас Отпустим По двум Причинам Первое Если вы Сейчас начнете Задавать вопросы То я просто Не успею За чатом Это раз А два В общем-то Как я сказал Самые Часто Распространенные Ошибки Я постараюсь Выявить Из того Материала Который Я получу От вас В письмах Да Да Ну что ж На этом Друзья Буду Заканчивать Потихонечку Нашу встречу Моделить Мы Научились Посмотрели Как это делается Задание На завтра Мы Получили С вами Сейчас Следите За почтой В течение Одного Часа Вам придет Запись Обучающая Плюс Контент В виде Сцены Ну и Приглашение На завтра Друзья На это все На этом все Результаты Конкурса Будем оглашать Тоже завтра Кстати Поэтому Спасибо За ваше Внимание Увидимся Завтра В этом же Месте В это же Время Всем спасибо И всем пока Продолжение следует... Субтитры